Добрый день! Добро пожаловать на обзорный вебинар по продукту WAPS-XT. Меня зовут Николай Филаретов и мы приступаем. Итак, что такое WAPS-XT? Это программное обеспечение для создания интерфейсов человек-машина, обладающее следующими характеристиками. Объектно-ориентированной архитектурой, также архитектура в WAPS-XT расширяемая. К его преимуществам относятся простота старта и использования, и понятность как для профессиональных программистов графики, так и для людей, которые до этого не сталкивались с разработкой графических интерфейсов. Также WAPS-XT является идеальным решением для встраиваемой графики. Почему он был разработан? Потому что в авиастроении появился такой стандарт, как ARING-661. Во-вторых, была потребность в гибком и расширяемом программном обеспечении, которое бы могло поддерживать как пользовательские объекты, так и последние тренды графики. Далее графика все больше смещается в область виджетов, появляются различные сложные меню, различные 3D-приложения, в промышленности начинают широко использоваться. Затем встраиваемая графика мигрирует на объектно-ориентированное программирование, в частности C++. И затем необходимо было объединить логику и графику в одном инструменте. В особенности в WAPS-XT входит, как уже было сказано, гибкость, это расширяемость возможностей базового продукта, в котором вы можете получить доступ из коробки. Затем объекты могут быть переиспользованы, то есть вы можете сохранить свое время. Все проекты, созданные в WAPS-XT, являются модульными, то есть вы можете каждый модуль переиспользовать. Затем WAPS-XT предоставляет графику высокого качества. Также в WAPS-XT интегрирована диаграмма UML, и также WAPS-XT поддерживает стандарт ARRING-661. Далее в WAPS-XT существует большая библиотека уже готовых виджетов. WAPS-XT интегрируется с таким ПО, как Simulink, Doors и так далее. Далее вы можете перейти к разработке графики согласно стандарту DO-178, без необходимости менять генератор кода. Затем поддерживаются такие объекты, как OpenDigitalMap и SoftMap. И вы, как заказчик, и наш заказчик будет использовать всегда новейшие технологии, которые будут реализованы в WAPS-XT. Причем эти технологии будут использовать принципы объектно-ориентированного программирования. У каждого так называемого слоя в WAPS-XT есть собственная API, с которым разработчики могут работать на высоком уровне, то есть на таких языках, как Java, C++, вместо использования таких низкоуровневых языков, как C и ADA. В WAPS-XT вы можете создать сложные графические интерфейсы. И вы традиционно будете использовать следующий процесс разработки. Сначала вы выдвигаете требования к графическому интерфейсу, затем вы его разрабатываете в WAPS-XT, тестируете посредством тоже WAPS-XT, путем так называемой симуляции. Затем вы автоматически получаете исходный код, документацию и сертификационные документы, а затем вы развертываете уже полученный графический интерфейс или интерфейс человек-машина на целевом оборудовании. Сложные графические интерфейсы используют сложную логику переходов, сложную логику взаимодействия друг с другом. Одним из языков вписания такой логики является OML, и как вы видите на скриншоте в WAPS-XT встроены диаграммы OML, которые позволяют вам прописывать логику взаимодействия и логику работы графического интерфейса в простом и удобном представлении. Далее WAPS-XT поддерживает различные шрифты и различные меню. Мы можем, например, создать полупрозрачное меню, создать эффекты наложения, которые уже встроены в WAPS-XT. Мы можем поддерживать различные языки, то есть мы можем построить мультиязычный интерфейс пользователя. Мы поддерживаем разные шрифты, то есть вы можете создать интерфейс пользователя, который будет использовать множественные шрифты. Что касается интеграции с внешними инструментами, здесь надо заметить, что WAPS-XT работает с такими системами управления требованиями, как IBM Rational Doors. Мы можем создавать автоматические документации на ваш пользовательский интерфейс при помощи продукта Dock & Gen компании Presages. Далее мы можем разработать логику работы моделей и логику обработки информации в таких продуктах, как Matlab и Smulink, или Artisan Studio. Так как пользовательский интерфейс является достаточно сложным объектом, для него применимы процедуры управления конфигурацией, и мы можем использовать следующие системы управления конфигурацией, это IBM Rational Clear Case, Dimension, Perforce, Subversion, Teamcenter. Также для разработки картографических интерфейсов, например, GIS, мы можем использовать цифровые карты в формате General Dynamics, OK, Soft Map. Также мы можем наложить созданный в WAP-6T интерфейс пользователя на продукты Presages, такие как Stage, FlightSim, Helisim и Vega Prime. Итак, где можно применить WAP-6T? Это коммерческая авианика, это военная авианика, это цифровые инструменты, это построение различных мультимедийных приложений. Одной из сильных сторон WAP-6T является то, что вы при разработке вашего пользовательского интерфейса, вашего интерфейса человек-машина, вам не надо переписывать этот интерфейс вручную на языке C++. Вы используете генератор исходного кода, который поставляется вместе с продуктом WAP-6T, и вы можете получить как исполняемый файл под операционную систему, такую как Windows, также вы можете получить исходный код, тот же самый, который будет исполняться уже на вашем встроенном оборудовании, как показано на скриншоте. когда мы говорим о модульности самого продукта WAP-6T, мы можем видеть, как показано на слайде, что WAP-6T это многосоставный продукт, есть базовые пакеты, такие как, например, WAP-6T дизайнер, который отвечает за разработку непосредственно пользовательского интерфейса, далее WAP-6T Simulation Edition отвечает за симуляцию этого интерфейса для его тестирования, и следующие пакеты, такие как WAP-6T Developer, WAP-6T Embedded и WAP-6T 178 отвечают за генерацию исходного кода, за развертывание на встраиваемых платформах этого кода, и за разработку интерфейса человек-машина согласно процедурам, описанным в DO-178C. Также возможны для заказа дополнительные опции ARING-661 для того, чтобы получить соответствие стандарту ARING-661, и также инструмент построения документации DOC&GEN. Давайте посмотрим на скриншоты WAP-6T. Например, есть такой интерфейс для авиалоники, который был создан в WAP-6T. Далее, например, на этом скриншоте вы видите приборную панель вертолета Apache, которая была тоже создана в WAP-6T. И далее вы видите пример наложения интерфейса, разработанного в WAP-6T, на симулятор Vega Prime компании Presages. Также, как было показано на прошлом слайде, есть возможность при помощи различных слоев, накладывать интерфейс, созданный в WAP-6T, на потоковое видео для получения реалистичной картинки. Итак, давайте перейдем в WAP-6T. Перед вами уже знакомая вам по скриншоту приборная панель вертолета Apache. я могу запустить симуляцию для того, чтобы протестировать интерфейс. Как видите, в этом интерфейсе мы можем нажимать разные кнопки, мы можем управлять различными элементами этого интерфейса. И теперь давайте я продемонстрирую, как легко и просто получить исходный код для такого графического интерфейса. базовым объектом в WAP-6T является так называемый формат. Вот он у меня. Я вызываю контекстное меню. Выбираю пункт Generate Code, то есть сгенерировать код. запускается код генератор. Теперь я перестрою приложение. и запущу его. его. обратите внимание, мы построили приложение, которое использует OpenGL. И давайте посмотрим, как оно работает. сейчас это приложение было запущено на Windows, однако есть возможность развернуть каждый такой мониторчик, каждый такой экран, каждый такой интерфейс пользователя уже на своем отдельном приборе, который будет встроен в наш вертолет. И таким образом вы мало того, что получили представление о том, как будет выглядеть этот интерфейс, вы также получили представление о том, как этот интерфейс будет работать. мы видим, что этот интерфейс достаточно сложный, но при помощи инструментария в AppSixTee мы можем создать такой интерфейс за достаточно короткий срок. Давайте я сейчас продемонстрирую, как можно быстро создать простейший пользовательский интерфейс. Назовем новый формат как например Simple. Нажмем ОК. Итак, перед вами появилось чистое окно, в котором мы начнем создание пользовательского интерфейса. сначала необходимо добавить обложку я предпочитаю. Как видите, я буду использовать сейчас стандартные формы, например, такую форму прямоугольника с скругленными краями. отлично, я выбрал подложку, посмотрите, она появилась в окне Implementation View. Затем давайте добавим объекта вывода, например, мы добавим слайдер, вертикальный слайдер, вот он, и добавим выходной объект под названием например, стрелка, которая вращается по кругу. Теперь для самого простейшего интерфейса это будет достаточно. Нам необходимо связать наши объекты таким для этого что мы сделаем выберем наш слайдер, его свойства Current Value войдем сначала на вкладку Data Flow Current Value укажем как источник а у нашей стрелки Value укажем как назначение как назначение добавим эту связку кнопкой Add теперь я хочу протестировать наш интерфейс нажмем кнопочку Play и как видите у нас появилась связка но понятное дело что у нас такая такой простейший интерфейс не совсем устроит давайте во первых надо в наш слайдер добавить какую-то подложку я возьму обычный прямоугольник только сначала я вызову палитру цветов и так добавим этот прямоугольник скажем что у него например будет использоваться тип заливки градиент в виде градиента мы будем использовать например скажем вот такую вот цвет градиента смотрите у нас слайдер у нас исчез у нас иерархическая структура поэтому я в окне implementation view просто укажу что поменяю в подложке местами обратите внимание у нас есть основная подложка давайте мы ее переименуем теперь мы переименуем подложку под слайдер как показано на экране и сделаем следующее совместим например центры наших двух объектов уже стало лучше давайте запустим на проверку итак уже все стало намного красивее давайте сейчас попробуем добавить круговые отметки мы добавили круговые отметки но они опять невидимы поэтому нам надо использовать другой цвет скажем мы будем использовать черный немножко подправим окружение опять совместим центры переместим нашу стрелку опять не забудем совместить центры и теперь давайте добавим давайте опять перенесем отметки на более верхний уровень потому что они относятся к подложке теперь давайте добавим текст текст мы добавим вот сюда но прежде чем мы начнем печатать текст давайте сгруппируем два объекта слайдер и его подложку у нас опять виск слайдер опять мы изменили порядок изменили иерархию наших объектов давайте переименуем эту группу в скажем слайдер один теперь как вы видите мы можем перетаскивать нашу группу и объекты которые были сгруппированы в одну как единый объект теперь возьмем наш объект типа текст укажем черную цвет текста черный выровняем выровняем его по центру мы начнем далее возьмем мы добавим ему обтекание цветом и сделать напишем например input отлично теперь давайте выровняем наши объекты цвет подложки белой нас не устраивает давайте возьмем более нейтральный серый опять не забудем выровнять и посмотрим как у нас работает наш графический интерфейс отлично и так как вы видите создание простейшего интерфейса который просто состоит из слайдера и стрелки которая вращается вокруг собственной оси оказывает то или иное значение достаточно просто перейдем тогда к следующей демонстрации под названием которая будет показывать как связать симулинк и вапс исти пока этот проект загружается давайте рассмотрим модель в симулинке итак для симулинка компания presages выпустила свое расширение посмотрите на объект n.com как будет работать наша модель на мы сначала запустим симуляцию в программе вапс текст прежде чем мы запустим закроем все ненужные окна перенесем и запустим нашу симуляцию теперь мне надо запустить симуляцию в симулинк отлично давайте проверим как работает связка обратите внимание я начинаю двигать этот слайдер значение в этом блоке меняется давайте еще раз посмотрим теперь попробуем обратную связку блоком slider gain мы будем увеличивать значение внутри этого блока и посмотрите как вращается стрелка и так вам было только как вы сейчас увидели у нас появил у нас есть связка с инструментом matworks обычно рабочий процесс такой что в инструменте в апсексте вы рисуете графический интерфейс пользователя который обрабатывает некие данные которые обрабатываются внутри модели симулинг или исполняемого кода matlab для того чтобы узнать больше о вапс сети вы можете пройти по адресу сайта который вы видите на экране либо использовать наш контактный телефон спасибо за ваше внимание всего хорошего прежде чем вебинар будет закончен вы можете печатать свои вопросы в окне чата с нетерпением их жду и постараюсь на все вопросы ответить как можно скорее